Придумал великий математик комфейн, он сейчас уже очень пожилой человек, но все еще активно работает, замкнутая, шестизветная, кривачная. Вот что-то такое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть точек и вот такие звеньки. Требуется, чтобы каждое звено было бы пересечено со всеми тремя звеньями, с которыми у него нет общего конца. Ну давайте я комменю. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Вот требуется, чтобы звено один, два пересекалось бы со звеньями три, четыре, четыре, пять и пять, шесть. И не пересекалось бы со звеньями два, три и шесть, один. Каждое звено пересечено ровно с тремя, по одному разу. С теми тремя, с которыми у него нет общего конца. Ты ее нашел в Египетии? Ну я ее нашел и забыл. А зачем ты ее нашел тогда чудо? Чтобы решить задачу. Это же потрясающе, да? Это же потрясающе, это новое поколение. Это поколение людей, которые знают, что вся информация все равно на внешнем носителе. Нам знать ничего не надо. У Высоцкого была такая песня о государственной тайне. Мы бдители, мы тайн не разболтаем. Они в надежных, жилистых руках. К тому же этих тайн мы знать не знаем. Мы умникам секреты доверяем, а сами так и быть проходим в дворках. Ну, песня подлиннее, но смысл такой. Ребята, какой смысл вас учить, если у вас очистка памяти работает все время? Давайте мы сегодня сообразим. Понимаете, что такой стиль жизни уже приводит довольно часто к настоящим трагедиям? Знаете, нет? Да. Рассказываю совсем недавно. Произошла в Анфеопии катастрофа... Заметьте, я не запомню российского самолета. Вы можете там какая-то фирма с очень большим опытом. Нет, катастрофа самолета Боинг. Наверное, вы знаете, что почти все пассажирские перевозки в мире делаются на европейских самолетах. Это, так называемые, аэрометах, американских. Это Боинг. Боинг абсолютно надежная, замечательная машина. Их огромная история, замечательная операция. И вдруг, с интервалов не очень большим, выгибают два этих самых Боинга. Причем не просто два Боинга, а два Боинга, а еще раз. Боинг намеревался выпустить новую модель. Начинают расследовать. Для улучшения экономических показателей машины поставили более мощный двигатель, почти другой, что называется, не меняя. Стал возникать какой-то эффект в управлении. Нос самолета то ли задирался, то ли опускался, я вам не летчик, не знаю. Для того, чтобы это скомпенсировать, поставили систему, которая, если направление набора высоты неправильное, то меняет. И эту систему сделали, что называется, независимой от пилота. То есть она перехватывает направление на пилота и начинает делать то, что я считаю. И вот, поставили два датчика. При этом два датчика поставили, а информацию не продумали, как забирать от них. А главное, не продумали, что делать, если один из них неисправный. Вот. И дальше замечательная вещь. Выясняется, что в огромном, огромном руководстве по управлению самолетом, вот этой штуке, что называется, посвятили там буквально в одну страничку. Считается, что летчик должен был это обязательно все запомнить. Вот. И уже были случаи, когда в полете летчики спасали ситуацию, они, наверное, каким-то фантастическим образом догадывались, что у них происходит, отмечали каким-то хитрым способом эту систему. Вот. И вот уже было два случая, когда он самолет и погибли. Ребята, это что такое? А это приходит в жизнь новое поколение программистов, которые привыкли, что техника работает. И что не обязательно внутри, что называется, смотреть, не обязательно досконально продумывать, а просто возьмем и чуть-чуть улучшим. Понимаете идея? Вместо того, чтобы, что называется, заново всю конструкцию переработать, посмотреть, куда какие-то мигры стоят и так далее, а мы берем старую и добавим чуть-чуть. Она ведет себя немножко не так. Замечательно. А мы это скомпенсируем. Знаете, такая идея заплаток, да? И когда каждый очередной, кто-то эту заплатку делает, не понимает, откуда она возникла, и что с этим делать, постепенно, постепенно техника потеряет управляемость. Ребята, человек должен оставаться хозяином положения. Поскольку все-таки я решила о человеческих жизнях, давайте я напомню слова моего преподавателя программируя. Есть замечательный человек, Анатолий Георгиевич Кушнеренко. Он, в общем-то, даже какой-то учебник программатики написал. Но это не важно, что он сделал. Вообще, он был просто очень хорошим учебникам. Сейчас замечательный преподаватель. Так вот, ученый, он, я очень хорошо помню, как на лекции в аудитории 0.1, в огромных массовой аудитории, да, например, даже сказал следующее, что, ребята, кто-то из вас будет программируемость. Кто-то не будет. Кто-то придется в жизни написать очень много строчек кода. У кого-то не одно, и на самом деле, да. Но запомните, пожалуйста, и дальше произнес фразу, которую большинство нынешних, так сказать, менеджеров, программистов не понимают. Произнется такую фразу. Компьютерная программа не должна догадываться за пользователя и принимать решение не должно быть так, что пользователь не может поменять параметры системы. Не должно быть так, что пользователь приказывает что-то сделать, а компьютер говорит, что да нет, это не в ваших интересах, поэтому я это делать не буду. Ну, давайте простейший пример. Представьте себе, вы поехали отдыхать, заниматься подводным плаванием с аквалангом. Отлично. Вдруг вы почувствовали, что силы кончаются, и вам страшно нужна помощь. Представили? Да. Отлично. Ну, что? Вы вызываете, нажимаете на кнопочку, мне сюда, пожалуйста, Катя, спасатели. Пока все нормально? Да. И получаете ответ. Поскольку завтра будет скидка на топливо, то посылка Катя со спасателями будет осуществлена в то же время завтра, и это будет на 45 центов дешевле. Система отоптимизировала. Она спасла вам 45 центов. То, что при этом вы уже потонули, ее не волнует, она на это не рассчитана. Она пытается сделать вам лучше. Ребята, это вечная проблема. Многие программы на самом деле, что это нельзя использовать, потому что они пытаются вами управлять. Как только вы позволяете кому-то вами управлять, то, уверяю вас, в какой-то момент это не просто войдет в противоречие с вашим интересом, а может иметь просто самые серьезные и тяжные последствия. Проверяем. Ребро 1, 2. Сколько у него пересечений? У него пересечений 3 штукки. 1, 2, 3. Пересекается с ребром 4, 5. Пересекается с ребром 4, 3. И еще пересекается с ребром 5, 6. Все, 1, 2 проверим. Теперь проверяем ребро 2, 3. Вот от 1, 2, 3. У него 3 пересечения. Это с 1, 6. Это с 4, 5. Это с 5, 6. Фат не должен проверить. Теперь ребро 3, 4. У него точка в сечении тоже 3. Слушайте, пробуй все сделал. Правда, красивая задача. Неожиданная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова